Привет всем, дорогие друзья! С вами Погнали! Let's Play! И я думаю, вы уже слышали об этой новости, но не рассказать о ней я просто не могу. Ну а для тех, кто всё-таки не слышал, рассказываю. Относительно недавно стало известно о том, что такие прекрасные игры, как Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Become Human, больше не будут эксклюзивами PlayStation. Долбануться, вот мы дожили-то. Вот так вот. Связано это с тем, что долю студии Quantic Dayim, это студия-разработчик всех этих трёх игр, купила компания Netcase, которая занимается разработкой онлайн-игр в Китае, а также рекламными услугами, почтовыми службами и платформами электронной коммерции. Так что теперь все игры компании Quantic Dayim станут мультиплатформидами, и судя по всему, так будет и в будущем. И лично я считаю, что с одной стороны это хорошо, а с другой не очень. Давайте подробно разберёмся, почему же это так. Поехали! Итак, давайте начнём с хорошего. Почему же я считаю, что портирование этих игр на ПК это хорошо? Тут в принципе причина очевидна. Благодаря этому гораздо больше людей смогут насладиться этими шедеврами. Я не побоюсь назвать эти игры именно так, шедеврами. Я лично сам проходил Dead Red Dead Red 5 раз, настолько сильно мне он понравился. Heavy Rain я проходил ещё на PlayStation 3 два раза. А Beyond Two Souls я, к сожалению, не прошёл ни разу. Так, дошёл до середины, а потом забросил. А потом я и вовсе продал третью плойку. Но вот теперь, когда она выходит на ПК, я думаю на нём её и пройду. Но я немного отвлёкся, давайте дальше. Также, к плюсам можно добавить то, что те, у кого ПК сможет потянуть все эти игры на ультрах, смогут насладиться более красивой картинкой, чем на PlayStation 4. Кстати, именно поэтому я решил не записывать этого видео сразу, как только узнал об этой новости. Я решил подождать, когда станет известно хотя бы о системных требованиях этих игр. И дождался. Вот вам скриншотик с сайта IGN.ru. А рекомендуемые требования выглядят достаточно вдушительно. Не правда ли? Но я считаю, что паниковать раньше времени из-за них не стоит. Обычно у системных требований для игр есть одно очень интересное свойство. Быть завышенными. Поэтому паниковать из-за них, я считаю, пока не нужно. Но также стоит заметить, что вывод, что эти игры будут лучше выглядеть на ПК, является неоднозначным. Но проверить, где графика лучше, мы с вами сможем, когда эти игры выйдут. Я запилю видео сравнение на эту тему. Но, что-то мне подсказывает, что всё же на ПК, на нормальном игровом ПК, все эти игры будут выглядеть куда лучше, чем на PlayStation 4. Хоть я и сам в основном играю во все игры на PlayStation 4, глупо отрицать, что на хороших игровых ПК, графика всегда будет лучше, чем на PlayStation 4. Вот, в принципе, и все положительные стороны. Если у вас есть что добавить, то комментарии открыты. Ну а я хочу немного поговорить о плохом. Итак, плохих сторон у нас также две. Первая и самая основная из них, это пиратство. Да, и беда оно. Я думаю, что каждый, кто играет в игры на ПК, знает, что там игры не покупаются, а взламываются и качаются с торрента. Конечно, такие люди, которые покупают игры на ПК, а не качают их с торрента, есть, но их не сильно много. И конкретно я отношусь к пиратству не сильно хорошо. Но это лично моё мнение, и от вашего оно может отличаться. Я отношусь к пиратству плохо, а то и по причине, что из-за него страдают игровые компании. То есть, они делают игры, на это у них тратятся деньги и силы, а люди качают их игры бесплатно. Из-за этого компании теряют деньги. По сути, они просто поработали за бесплатно. А это не есть хорошо. Но я повторюсь, насчёт пиратства, это лично моё мнение, и от вашего оно может отличаться, так что имейте в виду. Но хватит моего отношения к пиратству, давайте перейдём к самой сути. Сейчас хакеры стали куда более умнее взламывать игры, и теперь на это у них уходит куда меньше вебеди. И всякие Денува уже не работают. Я думаю, вы помните, что было, когда вышла Метро Эксодус. А её, кстати, защитили Денува. А в итоге, примерно за 5 дней, игра оказалась на торрентах. Вот так вот. Я думаю, вы уже поняли, к чему я веду. А кто ещё не понял, поясняю. Я считаю, что не пройдёт 5 дней, как эти игры окажутся на торрентах. И хотя с числом я могу и ошибаться, но ещё самого факта того, что эти игры окажутся на торрентах, можете даже не сомневаться. Но, как говорится, поживём и увидим. В принципе, здесь я всё, так что идём ко второму минусу. Сразу хочу сказать, что если вас интересует только сама игра и её графика, а тактильные ощущения от игры вас не интересуют, то для вас это не будет минусом. Но ещё для меня это хоть и небольшой, но минус. Это то, что мы будем играть не на геймпаде, а на клавиатуре с мышкой. И нет, я не хочу сказать, что на клавиатуре с мышкой нельзя играть. Можно. Но, как по мне, клавиатура с мышкой удобна лишь в шутрах и стратегиях. Во всех остальных жанрах игр геймпад намного удобнее. Но, опять же, это лично моё мнение. И да, да, я знаю, что геймпад можно подключить к компьютеру, но от этого в игру не добавятся сенсорная панель, взмахивание ТСК геймпадом, чтобы какое-либо действие выполнить, а также звуков из динамика геймпада. И очень хочется надеяться на то, что разработчики добавят в эти игры режим подключения дуал-шока, так, чтобы можно было взять, подключить геймпад от PlayStation 4 к компьютеру и играть в эти-то игры так, как бы вы в них играли на PlayStation 4. Это было бы вообще идеально. И тогда бы этот минус можно было бы вообще отсюда убрать, и останется только один минус. Для этого это минус только, по моему мнению. Это пиратство. Но для кого-то это может быть даже не минус, а плюс. В общем, это всё, чем я хотел с вами поделиться. И давайте в конце подведём небольшие итоги. В общем и целом, то, что компания Quantic Dream выпускает эти игры на ПК, это неплохо. В общем и целом, тут даже добавить больше нечего. И напоследок, я хочу сказать вам об одном очень интересном моменте. Я заметил, что сейчас в PlayStation Store начались скидки. И там по отдельности продаются с очень большой скидкой Heavy Rain и Beyond Two Souls. Кстати, интересно то, что Detroit без скидки. Причём скидки, как я уже сказал, такие хорошенькие. И мне кажется, что это напоимую связано с темой этого ролика. Но это лишь мои домыслы. Ну а перед тем, как мы закончим, я хочу у вас в курсе спросить, мои дорогие друзья. Понравилось ли вам это видео? И делайте ли мне ещё подобное видео? Сейчас вот сверху вылезет такая голосовалочка. Вы, пожалуйста, проголосуйте. Или можете написать в комментариях. Ну а на этом всё. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк. Подписаться на канал, если вы ещё этого не сделали. А также, как я уже сказал, написать какой-нибудь прикольный комментарий. Мне будет очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.